друзья мир вам рад вас приветствовать на этом проекте пребываем слове вместе надеюсь вы получаете благословение от этого не забывайте не только читать но размышлять над словом божьим применять то что вам открывает дух святой и конечно же оставляйте ваши комментарии ну если вы еще поделитесь тем видео или теми откровениями которые бог вам дает которые приносят вам благословение то тогда вы получите максимум пользы от вашего чтения слова божьего мы с вами продолжаем читать книгу пророка оси и хотя в общем то мы с вами уже заканчиваем сегодня читать книгу пророка оси и сегодня у нас три последние главы с 12 по 14 первые два стиха 12 главы закладывают основания для последнего раздела книги пророка оси который содержит формальное обвинение и предсказание грядущего наказания пророк предупреждает что суд ожидает израиль и иуду и обоим воздастся по делам снова оси и осуждает политический союз израиля с язычниками а словами пасет ветер показывает что внешняя политика израиля будет бесполезной союзы с египтом и ассирией не принесут защиты от врагов потому что это господь судится со своим народом за его неверность дальше пророк вспоминает о патриархе иакове который впоследствии получил имя израиль и в общем этим именем и стал называться впоследствии весь народ в данных стихах пророк напоминает народу о трех прославленных моментах жизни иакова при этом он дает лишь краткие намеки на те события ну потому что предполагается что они же знают о чем идет речь ну я надеюсь вы тоже знаете историю иакова если нет то тогда вы можете найти в книге бытие прочитать и найти эти сюжеты о которых вспоминает оси и так о чем же идет речь первое это борьба иакова с исавом еще в утробе еще в очреве матери запинал он брата своего если хотите об этом как я уже сказал вы можете прочитать в бытие в 25 главе следующее событие о котором говорит пророк это его борьба с ангелом и третье событие это встреча с богом в вифиле кстати в вифиле иаков был два раза те во всяком случае которые были такими особенными событиями и в первый раз бог нашел иакова в вифиле когда он шел в месопотамию это вы можете прочитать в 28 главе книги бытие это был сложный период в жизни иакова во второй раз когда он возвращался это тоже был сложный период в жизни иакова это бытие 35 глава и далее и возможно эти слова о которых говорит пророк касаются обоих случаях потому что и в том и в другом бог говорил с иаковом и обновлял свой завет с ним в общем пророк призывает израильтян следовать примеру своего праотца иакова чья настойчивость в достижении божьих благословений и настойчивость в молитве принесли ему божье благоволение бог не изменен и он даст такое же благоволение и потомкам иакова если они подобно ему будут его искать в 31 главе настойчиво говорится о тех же вещах что и в предыдущих хотя они довольно неприятны люди не обращали внимание на то что им говорилось о грехе и опасности которой они из-за этого греха подвергаются тем не менее для их же блага необходимо чтобы им продолжали говорить об этом лучше бы они послушали что говорит об этом слово божье и их верные служители пока еще можно раскаяться во грехе и предотвратить опасность идолопоклонство было грехом который с особой легкостью поражал еврейский народ пока он не оказался в плену в начале в этом виноваты были 10 колен то есть царство северное особенно после царствования ахава и именно в этом грехе в данных стихах они и обвиняются во я в супружеский завет с господом израиль должен был остаться верным ему одному однако народ забыл господа и грехи израиля были документально подтверждены и ожидали дня расплаты и снова мы видим резкий переход от осуждения к убедительному подтверждению избавления это 14 стих обещание бога избавить народ от смерти означает что остаток будет спасен цель бога не изменилась он спаситель от смерти могилы и ада и он всегда на готове чтобы спасти нас смерть и могила это жестокая реальность но они не могут сорвать божий план в отношении его народа об этом же говорит и новый завет он указывает что воскресение иисуса христа это гарантия божьей победы и для всех нас не только христос но и все христовы воскреснут и произойдет это окончательное избавление в день воскресения или последний день 1 коринфянам 15 глава я прочитаю буквально пару стихов 54 и 55 когда же тленное сие облечется в нетлении и смертное сие облечется в бессмертие тогда сбудется написанное поглощена смерть победою смерти где твое жало от где твоя победа пророчество оси и завершается призывом к покаянию обратись израиль хотя их грехи и были гибелью у израильтян все еще была возможность покаяться и вернуться к господу бог хотел большего чем бессмысленные жертвы которые они приносили он хотел чтобы они приносили слова идущие от сердца слова смирения слова хвалы слова показывающие изменения в их сердцах слова абсолютной веры в господа пророк предвидит что после того как люди понесут свое наказание бог исцелит и возродит их и позаботиться о них как отец заботиться о своих детях их жизнь будет прекрасной и чистой как лилия люди будут сильными как кедры ливанские достойными и укоренившимися в слове божьем вся символика этих стихов показывает каким ценным будет для бога возрожденный народ последние стихи книги это слова раскаяния которые пророк хотел бы вложить в уста своих сограждан обобщая всю тему книги осия напоминает читателю о двух жизненных путях пути праведного и пути беззаконного и если вы помните первый псалом который задает тон всей огромной книги псалтырь там тоже говорится о путях праведного путях нечестиво вообще вся библия она показывает эти два пути которыми могут следовать люди путь к благословению или путь к вечному осуждению или проклятию истинная мудрость она предполагает понимание бога и его путей мудрость библии кстати никогда не означает просто наличие интеллекта она всегда практично и включает правильные взаимоотношения с господом помните соломон в притчах 18 говорит начало мудрости страх господин вот пророк и призывает всех читателей быть мудрыми и избрать божий путь потому что его пути про вы пребывайте в божьем слове веруйте в иисуса христа который есть путь истина и жизнь наслаждайтесь той жизнью которую господь вам дает и не забывайте применять божье слово и передавать его дальше